Российская пропаганда прощается с Сергеем Котовым. Прощается таким образом, чтобы никто из зрителей федеральных каналов не догадался, что такого корабля в составе Черноморского флота больше нет. Нет и вертолета, который был на его борту. Как они это делают и чем они пытаются подсластить потерю? Ольга практически выдала базу. Поэтому неспокойно базу начал выдавать и полковник Ходоренок. По его мнению, если так вот проанализировать все в сухом отстатке, выясняется, что Россию *** на территории непосредственно России. И надежда у них, естественно, одна на нерешительность западных союзников. Давайте разбираться, как россиянам сообщили о потере Котова. Не путать с Собаковым. Украина, все, сжигай мосты с Крымом. Сегодня ночью Крымский мост был закрыт, да? Потому что его атаковали. Это правда. То, что Крымский мост нужно сжечь, уничтожить, как незаконное сооружение, мы знаем и без российских депутатов-нацистов, ну и на российской пропагандистке Ольке. Это все понятно. Но Оля как-то замысловато подходит, да? Вот чтобы действительно никто не догадался. Мост был закрыт. Целую ночь вчера был закрыт Крымский мост. Пока еще существующий. Но почему? Потому что проблема на работе возникла у Сергея Котова. Хорошо, хоть вертолет нашли. Но важно другое. Значит, те, кто с интеллектом дружат больше, я говорю о полковнике Ходоренке, предрек печальное развитие событий для российской армии в общем и Черноморского флота в частности. И опять-таки, возвращаясь к обстановке на море, массированное применение безэкипажных катеров может не то, что существенно затруднить деятельность нашего Черноморского флота, но, скажем так, создать ему очень большие трудности в решении ему задач на море. Как рассказать россиянам о том, что у них был военный корабль и отправился к крейсеру Москва? Курс движения русского военного корабля, он в принципе не менялся с начала полномасштабного вторжения. И я так думаю, мы уложим рядышком все корабли Черноморского флота, Каспийской флотилии, ну, если что-то еще как-то перетянут в акваторию Черноморского моря, соответственно, их тоже у хайдоха. Это они вот таким вот образом проинформировали, что да, дикие ухи нас атакуют. Атакуют проблемки. Очень большие проблемки. Но они, естественно, не только на море, но и на суше. Ольга Скобеева в данном случае, конечно же, пытается как-то эту пилюлю, пилюлю, которую просовывает Кирилл Буданов и его команда против корабля ЧФРФ и на российской территории, как-то подсластить, чтобы объяснить, что не все так плохо. И говорит о том, что зато мы сожгли Абрамс. Один, второй, третий. Ну, тут мы ориентируемся на информацию генерального штаба. Ну, понятно, что потери возможны. И когда мы слышим что-то о уничтожении западной техники, которая есть на вооружении ЗСУ, тут лично меня интересует больше судьба экипажа. Экипаж важнее, чем танк. Тем более, при всем любви его же не к Абрамсам и Аркадию Бабченко, у нас основной танк это Т-64. Но хвостунишком с территории, которая пока называется Раша, хочется сказать следующее. Чтобы гордиться тем, что вы попали в наш украинский Абрамс, покажите свою армату. А раз у вас арматы нет, то не надо тут бабочку публично лохматить. Теперь же перейдем к главному прогнозу полковника Ходоренка. Он был жесток, объективен, и россиянам это не понравится. Со всем разберемся. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И, конечно же, мы радуемся успехам наших сил обороны и прекрасно понимаем, что россияны, временно живые, продолжают наступление. Но мы его остановим. Мы его остановим. А вот подарки по территории России продолжат прилетать. Другое дело, что вот мне, например, представляется одной из очень больших опасностей это дальнейшее наращивание выпуска как собственными возможностями обороны промышленного комплекса Украины, так и с помощью западных предприятий, производителей подобной техники, беспилотных летательных аппаратов большой дальности, которые могут наносить удары, ну, в пределах практически европейской части. Мы же видим, что уже они долетают и до Нижнего Новгорода, и до Санкт-Петербурга. То есть, дальность в тысячи километров для них уже не предел. И это все, говорят, в глаза мудозвону. Как это описать? Это называется отрицательная бровь подымем и Украина падет. Вот теперь прилетает на глубину тысячу километров. Я, кстати, чувствую, что где-то вот за Уралом что-то начнет происходить. Не спрашивайте, почему я такой стал чувствительный. Но вот есть предпосылки для этого. Так вот, откуда это все взялось и какова ответственность за происходящее? Это называется вы пришли в Украину с оружием в руках и к вам начало прилетать. Прилетает оно не только в военном плане, хотя сжечь все то, что несет вред планете на территории России будет не лишним. Тут, смотрите, даже Международный уголовный суд начал формировать список военных преступников. Там у нас Владимир Путин главный российский маньячелло, который собрался воевать до последнего россиянина. Это первое так называемый уполномоченный по правам ребенка нацистка Львова-Белова. Это известно. Их давно разыскивает ГАГа. Но туда присоединились только что два интересных товарища. Это командующий дальней авиации. Это тот, кто отправляет Ту-95 бомбить украинские города. Некто Сергей Кобылыш. Ах, котик Гюнтер по тебе плачет. Сметана ему не мила. Ну и второй военный преступник, на которого выписали ордер на арест, это командующий ЧФРФ в прошлом Виктор Соколов. У этого полная фиаско. И под преследование и розыск попал. Из должности его сняли за то, что он потерял. Нет, не Сергея Котова. Там до Сергея Котова были другие российские боевые корабли. А полковник Ходоренок продолжает нагнетать. Вот это очень большая опасность, поскольку значительное количество объектов и инфраструктуры, и нашего промышленного комплекса, и объектов вооруженных сил, они, в общем-то, средствами ПВО на европейской части не прикрыты. Ну и вполне по понятным, многие из них не прикрыты, по вполне понятным причинам, поскольку ну и невозможно на такой большой территории прикрыть решительно все объекты обороны промышленного комплекса, инфраструктуры и вооруженных сил. Давайте будем откровенны. А здесь в выражениях мы обычно не стесняемся. Значит, невозможно прикрыть на такой большой территории. Тут есть несколько способов, как разобраться с ситуацией. На россияне ловите лайфхак от Романа Ценблюка. Первое. Не надо было сюда лезть. Это самое простое. Но вы не послушались и соответственно все ваши мужчины, кто с оружием в руках находятся на территории Украины и на Крымском мосту они будут уничтожены. А второй вариант это разделить Россию на несколько независимых добрых стран, которые таким вот образом смогут сконцентрироваться на том, чтобы защищать свое небо. Модозвон, услышав такой негативный прогноз расстроился и решил обвинить во всем кого олигархов. Хотя все прекрасно понимают, что олигархи конечно зло, но главное зло для России это Владимир Путин. Соловьев тупает ножками, рвет на себе что там как это за него сюртук называется а-ля Сталин. они там друг друга копируют. Медведев на голое тело китель Сталин одевает. Этот тоже ценитель соответствующих мод. Послушайте, вот мне реально надоело читать про то, что нанесли очередной удар по очередному складу ГСМ. У нас вообще нефтяные компании богатейшие могут вполне скинуться и обеспечить установку всех необходимых систем по защите от беспилоти и прочего на всех жизненно важных объектах. Лучше, чем содержать хоккейно, футбольно, волейбольно, баскетбольно и всех и прочих команды. Давайте уже в чувство все придите, граждане нефтяники, поработьте чуть-чуть, обратитесь кому надо, вам помогут. Не знаете как сделать, обратитесь в армию, вам нарисуют все необходимые схемы и подскажут, где и что купить и как что и где установить. Вы заметили, что горящий склад горючо-смазочных материалов или НПЗ на российской территории это вроде как новость, но так, чтобы ах и ох, этого уже нет. Ты просто отправляешь лучки добра бойцам ГУРа, СБУ и других силовых ведомств, которые это все организовали и понимаешь, что да, на России они понемножечку уменьшаются, умирают, кораблей в них становится меньше, соответственно, продажа топлива тоже сокращается и это все в нас вселяет оптимизм. Но что говорит Мудозвон? Он говорит, что нефтяники сами должны защищать свои активы и рекомендует обратиться в Министерство обороны фашистской России. А вообще-то по логике, ну, раз вы позиционируете свою долбанную армию как вторую армию в Украине, не только в мире, да, в Украине, то, как бы, российский оккупант должен был бы прийти на помощь первый, но он не приходит. Почему? Потому что он занят. А Бавовна, она, видите, как шире и шире. И города перечисляются. И дистанции перечисляются. Давайте-ка вспомним о Владимира Путина перед полномасштабным вторжением. Что это говорило? Оно мерило подлетное время. Оно говорило, это маньячело кремлевское, что очень быстро из Харьковской области долетит до Москвы. Но чтобы не долетало, не трогайте нас, мы не будем трогать вас. Это же понятно. Еще раз, последний солдат вооруженных сил фашистской России должен пересечь Крымский мост, ну, или то, что там будет от него оставаться. Потом это сооружение будет окончательно демонтировано. И, да, через несколько поколений начнем общаться, как соседи с независимой Чечней, Ингушетией, Татарстаном и другими. А пока негативные прогнозы продолжаются. Что может изменить характер вооруженной борьбы в специальной военной операции? Это, безусловно, поставки некоторых образцов вооружения и военной техники украинской армии со стороны коллективного Запада. И в первую очередь здесь речь идет о дальнобойном оружии. То есть ракетах типа «Земля-Земля-Атакмс», например, ракет «Таурус», поставки истребителей F-16 и что касается собственно украинских возможностей. Поскольку, например, на Западе все время повторяют, что мы не намерены наносить иногда удары по объекту России и вооруженных сил в глубоком тылу, но для этого вооруженные силы Украины могут использовать и собственные возможности. Давайте я переведу на русский язык. Что говорит Ходоренок? Ну, во-первых, он фиксирует, что Владимир Путин манечелло врет, когда говорит о том, что у Украины нет средств для того, чтобы уничтожать объекты на российской территории, да и на оккупированных территориях в том числе. Есть желание, есть время, есть часто натхнение, а оккупантов надо уничтожать, потому что им в Украине не место и тут все прекрасно понимают. Но даже вот в этой короткой реплике Ходоренок четко фиксирует, как стареющая рука Джозефа Байдена держит Владимира Путина. За что? Правильно, за я и ца. То есть перечисленные системы поражения, которые кардинально могут изменить ситуацию на линии фронта, они у Запада есть. Да, я понимаю, что стоит вопрос, когда и в каком количестве нам это передадут. И передадут ли в обозримом будущем. Все эти дискуссии мы видим уже много-много месяцев и местами даже лет. Но факт остается фактом, что, конечно, будем воевать, то, что у нас есть, Цимбалюк никогда никого не обманывает. И в конечном итоге все приведет к тому, все придет к тому, что все необходимые системы поражения от западного мира мы получим. По самолетам F-16 тоже перспектива понятно. Ракеты Атакам мы уже тестили, Таурсов пока нет и, кажется, не предвидится. Значит, последняя надежда российских нацистов на то, что, если что-то Украине высокотехнологичного и дальнобойного дадут, то не в больших количествах. Вот, Франция начала нам передавать свои супер высокоточные планирующие бомбы. И вот у них надежда на то, что их будет только 50 в месяц. Не больше и не меньше. Кто его знает? Вообще, соответствует ли эта цифра действительности? Ведь французы могли сказать, что заявим 50, а передадим 550. Может такое быть? Может. Но еще раз, мы исходим из реалий на земле. Они все-таки основные. И с помощью в том числе этих планирующих бомб наступление России по Донецкой, не только Донецкой областях будет остановлено. А далее мы смотрим общую конву войны и экономику войны. Ходоренок говорит просто страшные вещи. Говорит это на всю рашку. Может быть он агент СБУ? Нужно будет спросить. У меня ощущение, что мы выйдем на оружие ПВО, скажем так, на другом принципе. На принципе, когда сбиваться будет электромагнитным импульсом, лазером, как угодно можно это назвать. Исходя от чего не будет требоваться такие силы и средства на перезарядку. То есть вот здесь надо смотреть. Потому что так иначе, но если у тебя 10 ракет, 20 ракет, 30 ракет, то при большом количестве достаточно дешевых БПЛА ты довольно быстро используешь весь БК. Безусловно. Безусловно. Это просто новая проблема, новая страница ведения вооруженной борьбы. Это очередная, ну если можно так сказать, высоким стилем очередная битва щита и меча. И в целом-то действительно нужно совершенно новые средства борьбы вывод с беспилотными летательными аппаратами. Потому что тут мы даже существенно проигрываем по такому критерию, как эффективность и стоимость, когда средства нападения стоят гораздо дороже, гораздо дороже, то есть средства обороны стоят гораздо дороже, чем средства нападения. где-то где-то это я уже слышал. Там российские студии исходили на нечистоты и заявляли о том, что одна ракета Патриота стоит дороже, чем 10 шахедов, которые атакуют, например, город Киев. Мы разберемся, какие средства поражения против каких ракет использовать. Тут смысл в следующем, что теперь вот эта проблема выскочила. просто как гнойник непосредственно в рашке. Вот они фиксируют, что оказывается добрые дальнобойные дроны, летящие на тысячу и более на самом-то деле километров, они стоят дешевле, чем российские зенитно-ракетные системы, ну в смысле зенитные ракеты. Это что-то новенькое, да? Ну а мудозвон естественно он любит поглаживать наш украинский Абрамс и приговаривать россияне, нам еще не хана, они все еще потеряны, говорят, что нужны новые физические принципы, лазеры и всякое такое. Так вот, по последней информации, которая пришла ко мне от источников, все лазеры и системы, ну конечно же, не имеющие аналогов, они были на борту Сергея Котова, и там они и остались, намокли и стали нефункциональны. Ужас! Какие же мы, украинцы, злые, беспощадные. Да, мы такие. Вы залезли в наш вулык, в наш дом, и за это, конечно, вам не пощады, товарищи россияне, не прощения, нет и не будет. Ну просто я смотрю, как иранцы, например, борются с угрозами беспилотников, в отличие от наших замечательных, но дорогостоящих систем, которые ставят на кораблях, они поставили дикое количество пулеметов через каждые два метра по всему периметру и долбят из них. То есть есть дешевые способы. Так что, как смотрю сейчас на фронте, как стали бороться с беспилотниками, иногда смешно, монкой вверх стреляют, то есть долбят облако дроби. То есть что мешает точно так же поставить разные системы, которые навстречу идущим водным беспилотникам, полупритопленным, просто дадут заряды некоторой определенного типа. То есть я не профессионал, не эксперт, а просто уверен, что наши оружейники внимательным образом все изучают, анализируют, и вопрос скорости реализации их идей. Были времена, когда болгары восхищались российским самоваром, российской Ладой Калиной и другими российскими ноу-хау. Роботом Федором и всякое такое. Ну, вы знаете, откуда этот мем «Болгары восхитились». Это когда в комментариях на страничке РИА точка фашистская Россия, РИА Новости, да, какой-то сотрудник РИА Новости под болгарским флагом пишет «Мы восхитились». Ну, и соответственно, этот аноним становится ньюзмейкером. И это они выносят в заголовки уже не в комментариях, а соответственно, на свои страницы. Вот. Так вот, наступил момент, когда россияне восхитились иранскими пулеметами. Браво! Вторая, вторая в Украине армия. «Ребята, что же вас еще ждет? И это вы с НАТО собрались воевать?» Ё-моё, Путин совсем запустил Россию. Очень мешает и догматизм, и способность быстро принимать решения, когда к этому вынуждает действительно обстановка. Но если, например, люди всю свою жизнь сознательную готовились к ракетно-ядерной войне на океанских театрах военных действий, и вдруг они встречаются с безэкипажными катерами, которые представляют собой сейчас наибольшую угрозу для наших крупных надводных кораблей. И опять-таки поражение любого надводного корабля, это даже не столько военный эффект, не какой-то даже урон для вооруженных сил, военно-морского флота. Это, в первую очередь, сильнейший общественный резонанс. Сильнейший общественный резонанс. И здесь действительно надо принимать все необходимые меры. И, ну, я даже не думаю... Нельзя никому рассказывать о том, что Сергей Котов утонул. Его уничтожило Главное управление разведки, смерть Котову и другим кораблям ЧФ, РФ. И, да, россияне, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на телеграм-каналы Главного управления разведки, они вас вовремя проинформируют о том, когда и где вы потеряли следующий корабль. Украина была и будет. До побачения оккупантам могила. До зу встречи.